В Госдуме предложили поднять зарплату военным священникам. Москва, 16 февраля, РИА Новости. Необходимо поднять зарплату военным священникам и увеличить денежные выплаты их семьям в случае потери кормильца, заявила РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Гаврилов вошел в созданную недавно в Госдуме межфракционную рабочую группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей. Необходимо проработать вопрос увеличения военным ведомствам размера денежного довольствия военных священников, а также оказания помощи многодетным семьям военных священников. Например, в случае потери кормильца, сказал депутат. По его словам, в настоящий момент в российской армии около 200 военных священников, и благодаря их работе число верующих военнослужащих увеличивается. Депутат напомнил, что положение в военном духовенстве Русской Православной Церкви в Российской Федерации выделяет штатных и внештатных военных священнослужителей. Штатные священники занимают должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими. Уровень оклада для данной должности установлен в соответствии с приказом министра обороны в размере 13 770 рублей. Согласно приказу министерства обороны, помощнику командира по работе с верующими военнослужащими, полагается оклад в размере 13 770 рублей ежедневная, ежемесячная выплата в размере 100% от оклада за сложность, напряженность и специальный сжим работы, пояснил Гаврилов. Внештатные же военные священники осуществляют свою деятельность по согласованию с командирами, начальниками воинского или правоохранительного формирования на основании соглашения о сотрудничестве. Епархии также могут поощрять военных священников в соответствии с решением епархиального архиереи епархии, на территории которой находится соответствующее воинское или правоохранительное формирование, добавил собеседник агентства. Субтитры создавал DimaTorzok